Управленцы со стажем – лидеры по характеру, руководители своих предприятий. Всех полуфиналистов конкурса, инициированного президентом России, уже внесли в кадровый резерв страны. А это значит, что их предложения, идеи, как развить ту или иную сферу, обязательно найдут отклик у чиновников. В перспективе мы видим, что в нашей совместной деятельности у нас будет много работы. Мы будем вас вовлекать в разные проекты, даже когда мы разрабатываем как стратегию развития Чувашской республики. Собственно, чтобы аккумулировать идеи и создать настрой на совместную работу, и была организована эта встреча. К лидерскому мнению стоит прислушиваться, особенно когда идеи и инициативы весьма конструктивны. Наверное, стоит рассмотреть это уже в качестве проекта и проектной работы, это частное государственное партнерство, когда государство некоему объединению фермеров помогает построить хранилище, в котором можно уже будет размещать эти продукты до весны. Андрей, все правильно говорите, мы тоже знаем, поэтому задаю вопрос. Есть, говорю, партнеры, которые могут взяться за это дело, и мы реализуем прекрасный, фантастический проект, и это будет лучшая практика в Российской Федерации? Я думаю, это возможно. Давайте, Вадим Александрович, берите на заметку. Разработали лидеры и общее предложение. Мы обсуждали с ребятами, там, и в общей группе, да, и когда встречались, что есть желание, наверное, реализовать какие-то проекты во благо Чувашской республики. Один из первых, который, собственно, пришел на ум, и который, я думаю, что мы все возьмемся, это проект с наставничеством. Мы не можем... Наставники будут напрямую делиться практическими советами и заодно воспитывать кадры для своей сферы деятельности. Мы можем организовать круглые столы, вы уже по отраслевому принципу, приглашая молодых, там, людей, школьников, студентов. Подобие школы публичной политики, разного рода круглые столы, потому что, ну, вы сами видите, значит, некоторые, вы предлагаете узко специализированные какие-то направления развития той или иной отрасли. Стоит отметить, что из 199 тысяч заявок на всероссийский конкурс в полуфинал попали только 2700 управленцев со всей страны, а в финал вышли 300. Среди них один, а вернее одна, из Чувашии, Оксана Очкасова, директор национальной телерадиокомпании. Она отправится в Сочи на контрольные испытания. Цель – войти в топ-100. Сотни лучших лидеров России получат по миллиону рублей на дальнейшее обучение и на год наставника из числа лучших управленцев страны. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.